Этого горного хребта нет ни на одной карте. Нет здесь также и полигона для складирования снега, если верить официальным документам. Если поверить собственным глазам, то вот он, снег с городских улиц. Сюда его ежедневно привозят по несколько машин с разных концов города. Внизу под склоном расположен поселок Мостовая Слобода, район, который систематически страдает от паводка. Такие снежные горы получатся не за один день, и одной машиной столько снега точно не завезешь. Строительный мусор, камни, реагенты, соль и песок – все это компоненты колоссальных сугробов на краю склона. Видел, неоднократно КАМАЗы привозят снег, выгружают, а потом будет не Мостовая, а Титаник какой-то. А что за КАМАЗы, вы знаете? Нет, не знаю. Грузовые большие КАМАЗы привозят, выезжают. Я не пойму, почему здесь они снег выкидывают, выгружают, потому что здесь в дальнейшем планируется дома строить ниже. Техника с близлежащей стройки, говорят очевидцы, сугроб сдвигает все ближе к краю. От напора снежной массы пострадало несколько деревьев. Вот он тот самый склон в микрорайоне Репина, куда складывается грязный снег с городских улиц. Оттуда он и хлынет сюда, в поселок Мостовая Слобода. А вот этот дом – ярчайший пример того, какие беды может принести с собой талая вода. Во время прошлогоднего паводка стены дома на метр пропитались водой. Отсюда плесень и вздувшиеся обои. Лопнул фундамент, дом просел, сквозь трещины видно улицу. Больше в этой комнате никто не живет. Опасно. Две несущие балки провисли, потолок может рухнуть. Будет потоп, вот этот опять весенний. Я не знаю, что будет. Скорее всего, опять вот досиде где-то набивается вода в стены снизу. Котел топится, разумеется, мы выключаем отопление. Вот, морально готовимся. Морально готовятся и другие обитатели поселка. Сетуют в прошлом году. Хоть снега и было меньше, уже в январе вовсю велись противопаводковые работы. В этом, если верить письму из Управления инженерной защиты, должны начаться со дня на день. Прошлый сезон, когда директором МБУ была Нина Леонидовна, даже она брала в кредит дизельное топливо, технику, помогала, очень здорово помогала. Она, ну, практически жила в мостовой. То, что нам природа сделала. Ну, бывает такое. Ну, в принципе, вот снегопады такие, если посмотреть, ну, не один раз было. Ну, ладно, к этому можно привыкнуть. Но дело в том, что сюда, к нам, на мостовую, сбрасывают снег с города. В частности, с Репина. Ведь, ну, завалили снегом. Ну, так нельзя. Ну, в конце концов, ну, сбросили бы сразу бомбу. Угрожающие сугробы видно невооруженным глазом. Видно всем, кроме, кажется, городских чиновников. По крайней мере, никаких сообщений о пресечении незаконной свалки снега на официальных ресурсах администрации нет. Кто организовал полигон, непонятно. Есть только подозрения. Ну, насколько нам известно, не знаю, насколько это правда. КПД-2 сказали. Ну, я не знаю, я не могу как бы утверждать, потому что, ну, не пойман, не вор. Земля муниципальная. И логично, что основные действия по установлению, поиску и поимке нарушителей в интересах муниципалитета. Иначе получается плевок на реноме от неизвестных, которым городские правила и нормы не указ. Даже чисто по-человечески должно быть стыдно. Но это теперь уже второстепенная проблема. На первый план выходит снег, нависающий по склону над целым микрорайоном. И вопрос, что делать. Вариант терпеть не устраивает активных мостовчан. Но другого выхода, похоже, просто нет. Вера Мещерякова, Иван Демидов, репортер 73. Вера Мещерякова, Иван Демидов, репортер 73.